Российский диктатор Владимир Путин оконфузился после приема верительных грамот у послов 17 стран. Вы это видели, я думаю, среди которых была и новая посол Соединенных Штатов Америки в Москве Линна Мэри Трейси. И чтобы объяснить нашим зрителям, во время церемонии в Кремле глава преступного режима и послы находились в одной практически комнате, в одном конце послы, а в другом конце стоял Путин. И после приема грамот Путин заявил, что желает дипломатам всяческих успехов и выжидательно посмотрел на них, но никто из них не отреагировал. Потом диктатор еще раз намекнул, что собираются уходить, он посмотрел на них и они опять же не отреагировали. Аплодисментов не было. Аплодисментов не было. Скажите, пожалуйста, это со стороны послов дипломатов демонстративно было сделано или они просто не поняли, что Путин... Какой протокол вообще? Да, собираются уходить, что это уже конец. Нет, ну тут нет сомнений в том, что вообще быть послом в сегодняшней России это довольно тяжелое испытание. И, видимо, все-таки люди морально к этому готовились. И вот желание сохранить вот это вот протокольное лицо, но при этом не переступить грань, который отделяет от выполнения своих служебных обязанностей до соучастия в этих преступлениях, то того режима, с которым посол вынужден соприкасаться, она привела вот к этому фактически демаршу послов. То, что это был демарш, это совершенно очевидно. Именно демарш. То есть, когда послы стояли, они стояли по стойке смирно, совершенно не улыбались никакими... С каменными лицами и совершенно не собирались заигрывать с Путиным. Путин рассчитывал, когда он так вроде как раскрепощенно к ним обратился, рассчитывая на то, что будут какие-то признаки человеческого общения. Никакого человеческого общения с этим международным преступником не будет. И все послы, которые там присутствовали, прекрасно понимали, что они общаются с человеком, по отношению к которому выдан ордер на его арест. Они общаются фактически с человеком, вместо которого на скамье подсудимых. И именно это продиктовало их поведение. Ну а там весьма забавные заявления о том, что главным союзником стратегическим России является Гондурас. Это уже, так сказать, признаки того состояния, в котором находится сегодняшняя Россия.